Всем-всем привет, ребята, это Шахматный Феникс и 11-й тур, и у нас два примерно равных соперника, Артур Янечкин и Артём Капустин, и... Да, и на доске каталон, который, в общем-то, Артёму не очень нравится, судя по нашим с ним партиям. Что Белых тут простой план, они хотят провести конь-с3, ферз-с2, е4, получить перевеску. Конь-с3, кстати, ход, по-моему, конь-два чаще играет, и не без причины. Вот сейчас на ход вроде ферз-с2 у чёрных сильный ответ ДЦ есть. Такой нелогичный, но сильный. ДЦ-Б5? Просто, да, просто подержаться за личную пешку. А, ну, ц5 это должно быть вообще довольно слабо, мне кажется. У чёрных же е5 есть ход, и б6, и е5. Ну вот ферз-с7. Ферз-с7 это ужасный ход. Белых просто выиграл. Потому что они успевают зафиксировать пешку на ц5, е5 чёрные не проводят, и партия... По-моему, партия близка к завершению. Ну, со стратегической точки зрения. В b4, да, где-то? Не, ну, у белых просто гигантский, есть дармовой перевес, и, видишь, никаких шансов практически на спасение при нормальной игре нет. Может быть, конь h5? Может, конь е4 уже, ну, тоже ужасно выглядит. Конь е4 не хочется. Конь h5. Тут всё ужасно выглядит. Дело в том, что белые просто пешку до b5 протаскивают, и... Особой борьбы может и не получиться. Надо Артёму что-то экстрадинально заходить. 2.778 максимальный рейтинг. Ну, причём максимальный рейтинг? Пока Артём... То есть, там ход c5 очень слабый, но он ферс c7 ещё намного слабее. Ну, вот видишь, конь е4, конь е5, найдено. Ну, это имеет смысл, потому что фреза у ферс c7 вернуть. Сейчас ферс d8, слон отойдёт, ферс c7, потом е5. Ну, не знаю, очень много темпов подают. Замкнуты. Замкнуты немножко. Ну, да, 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 да. Ну, вот он готовит. Ну, да, да, да. Слон f6 сейчас видим какой-то. Он очень медленно готовит. Белый могу просто b5, b4, да, да, опережение срока. Сами е4. Ну, тоже, тоже сильно. И теперь нет хода слона f6, потому что... Да, ну, с той стороны хотя бы пуля d5 появляется у черных. Надо обязательно брать, играть коняши в 6. И коня на d5 ввести. Да, так. Ну, да, Артём это находит. И, ну, Артём, пора уже находить всё, потому что уже позиция достаточно испорчена. Так, конь f6 это... Да, Артём, пора действительно взять очко, но... Как? Конь d5? Да, нормально. Чуть-чуть еда бы сыграть. А, мне кажется, cd. Ну, ладно, еда. Чуть-чуть ещё у белых лучше, но уже нормально. Сейчас он конь f8, конь e6 найдёт вообще отлично будет. Конь f8, конь e6? Да. Мы уже просто... Я бы слона f6 пошёл спокойнее. Пешка ты 4 слабоватый, коня на f6 надо переставить. Так, ну, вот опять слон стал на f4, он зачистил на это поле. Сыграла. Мне кажется, сразу было посильнее, но... Так, ну, конь e6, чем же смешать пойти. А, конь f6, слон же e5. Да, чуть-чуть не в том порядке исполнено, но ничего. Всё нормально позиция. Владяя е1, вверх отойдёт. Вверх до 7. Слон выйдет на f5. Не, на белых перерез, но маленький. Сейчас слон f5, конь e6. Не, так, слон f5, да, с темпом хорошо. Может быть, слон на e4 перейдёт вообще. Потому что размер белопола в чёрном выгонит всегда. Конь e6 мне не очень нравится ход. Почему? Как ни странно. Сейчас просто слон e5. Хотя вот на слон e5, слон e4 плохо. Да, слон e5, слон e4, перекрытие. Ну, как бы там... С центр белых дестабилизируется. Я не исключаю, что после слон e4 уже чёрный перерез борется. Просто он сыграет и так Артём. Мне почему-то кажется, что есть. Не, ну, по-моему, пока интересная партия. Да, ну, огромный перерез подарил. Так, что это такое? Мне нравится мне этот ход. Зачем вообще добровольно вставать там? Всё, не пойму. В чём идея? Что, аж 5 белый, поэтому. Аж 5 неприятно смотрится. Ну, короче, всем очень странный ход. В общем, себя на гиппе чередуют сильные решения с очень странными ходами. Так, ну вот здесь... Ой-ой-ой. Слон e4 хочется. Ну, g4 грозит. g4 это не беда, может, если можно пойти ладея 8, то g4 по слон e4. Да, и сейчас, видимо, соперники будут долго думать над ходами. Я в этом уверен, потому что... Ну, актёв упустил очень выгодную возможность, по-моему, у вас переходить с инициативой. Тут всё-таки белые поддавливают. Ну, такие жертвы не проходят здесь. В связи с... после коня d4, ферн d4, какой-нибудь так связан неприятно. Ну, конь на f3 всегда может вернуться. А, ну да. Нет, ладея, ладея, почему не боюсь ладея 8? Ну, видимо, в общем, боится же 4, всё-таки, но... Скорее всего, посчитала, и решила, что ничего страшного. Согласен. Король h2, идея убил их. Ну, белых, ключевой ход для белых. Вопрос того, могут они пойти же 4, но нет. Ты как думаешь? Думаю, что... Да думаю, что могут вообще-то. И ослой и 4, и f3. А если там как-то белые скинут? Нет, ну чё тут. Так, это зачем? Знает, вообще, это был важный момент. Белые, может быть, белые магниты, если еще не фигура остаться. Не знаю, я бы на месте, на месте актера уже перепугался, когда пошел бы аж 5. Ну да, аж 5 пора. Чтобы этого не было. А дальше, белые аж 5 не пошли, что уже 4 не пошли. Аж 5 пора. В черном ходить Аж 5, ну, естественный ход, но Аж 6. Что происходит вообще? Так, ну вот... Вот теперь грозит дистанция. Нет, теперь конь D4 есть удар. Что за удар? Выкрустая, да, Артем всего, в общем-то, неплохими тактическими способностями должен найти. Я тоже так думаю. Конь D4, Артем. Да, к сожалению, у нас не онлайн, не лайфхи, а Артем нас не слышит. Артем, конь D4. Нет, ну, теперь черный перевес. Большой. Ну, не такой уж и большой. Нерешающий. Решающий. Но объектива с шахмата точки зрения, решающий. Лишняя пешка и лучшая позиция за счет, за счет и проходной на Д5. Стоп Аж G4. Ну, конь D3 висит, в ферзии 5 висит. Нет, прям набрать, что вопросов нет. Мне вот интересно, кем побьет на Д5, Артем? То есть я побил бы, конечно, ферзем. Ну, это понятно. И ферзем сильнее бить. Ну, в централизации, конечно, сильнее. Нет, ферзем сильнее бить, но Артем может пойти в Д5 с идеей создать тактическую угрозу в Ладея Е1 с выигрышем ферзя. Очень незаметно, конечно. Ну, начало неплохое для нас. И задумался. Артур, допустим. Ну, я очень понимаю, о чем он задумался. Да. Потому что абсолютно единственный ход, ферзей 5 правильный. Видимо, Артем просто понимал, что я его смотрю и решил не огорчать. А вот дело, я думаю, не будут менять ферзей. А как не менять? Ферзь D1. Ферзь E1. А, вот так вот. Ферзь B2. Что? Ферзь B2. А, то есть, точно понял. Ферзь D2. Все равно ферзь D2. Да нет, ферзей приходится. Случай, тогда поменять без хитрости. Итак, у черных лишней пешка, дорогие друзья. Ну да, лишняя пешка и выиграла на позиции просто. Может быть, слон Е4? Ну, я пошел бы ладей Е1, шах, а потом ладей Е2. Ну, тоже логично. Потому что на слон F1 слон H3, да? Ну, так, конечно. Не, ну, там ладей Е2, белый король G1 вернут, но ладья на Е2 стоит лучше, чем на Е5. Король там быстро-быстро пробежит через F6 на Е5, на D4. Артем, видишь, чувствует ответственность за команду и выбирает путь к победе. Еще, конечно, беда в том, что... Или, может, это не беда, но Артем явно D4 смотрит. Ну, рано, рано, рано. В принципе, ладья Е2 слабее, чем ладья Е1, и потом ладья Е2, но по идее это не должно прям принципиального значения. Да почему не пойти в слон Е4? Объясни, ну, нужно же менять фигуру. Проходная D есть, тянуть короля. А почему бы менять? Наш слон H3 сильнее. Как бы у нас, по идее, слабая пешка на B7. А куда? Оцепляться-то куда? Не, ну, Артем просто не нашел вот этой более тонкого исполнения с ладья Е1 и ладья Е2. Мне кажется, там вообще все заканчивалось. Понимаешь, может, он еще создал игру с Солнце-2, и потом пешка D бежит быстро вперед. Может быть. А, D4, D4, D3 сразу проталкивается. Ну, в любом случае, лучше было сначала ладья Е1, потом ладья Е2. Солнце-2 интересная идея. Да, да. А куда отходить, собственно, ладья? Ну, как-то на B2 придется. Ну, на B2 слон D3. Вот, размен ладей. На B2 вообще может быть D4. Ну, да, или D4. D4 слонов 1. В общем, Артема надо было, конечно, с фигуршим темпом это все дело. Ничего, так тоже неплохо. Задумался, Артур? Я бы еще на месте черных, ну, так, на всякий случай, просто чтобы команда не волновалась, перейвал по королям, D7. Чтобы там придержать славости на ферзан фланге, если что. Ну, не сейчас же это делать? Ну, зато это гарантирует, это вообще во всех вариантах страхует нас от поражения. То есть с королем на ферзан фланге проиграть невозможно. Да, я уже очень долго думаю, Артур. Ну, пытаюсь найти контролю, короче, вот А4, не знаю, сколько же. В5 хочет, ну, от Солнца 2 исполнено. Да, собственно, правильно, потому что она на ладей-б2, ладей-1 будет. Потом А4 падает. Да можно даже не брать эти пешки, не смотреть вести свою, все. Натригает ладиатрии, единственный ход. Вести свою, D4, просто D4. Правильно. Я не уверен, что это все. Это все. Слоны F1 белые успевают пойти. Ладей-8. Ой, ладей-1. А пешка не идет дальше, потому что хватает. Ладей-1, короче, G2. Ну, теперь создана угроза. Не знаю, сейчас Артур B5 пойдет, кое-какая контролюра появляется. Слон C4. Мне кажется, медленно слишком. Просто D3. Ну, не так. Мат, на мат. Так слабее, правда. Может быть, значительно слабее. Так. D3. Не идет, да, пешка? Сразу нет. Стоп, может быть, слон F3? На D3? На D3 упадет. Да, Артем, тут какие-то страшные проблемы себе создал. Так можно. Уже Ладей-2 надо играть, да, и вот такой ладейник играть. Он, наверное, все еще выигранный, но... Так, Никит, у меня сейчас звук. Так что продолжаю тебе комментировать без меня. Да, но Артем потрясающий... Все, приступаем. Артем потрясающих делов натворил. Как так можно? Ужас. А Кирилл уже, если честно, абсолютно всю группу шахматный феникс просто достал со своим ноутбуком и со своим звуком. Вместо того, чтобы, я не знаю, починить его или поменять или еще что-то сделать, он продолжает страдать. Не, но объективно теперь позиция ничейная, то есть это кошмарное упущение. Но Артем поиграет на победу. То есть наполняйте, с таким блиц-контролем все возможно. Хотя, конечно, чтобы даже создать надежды на выигрыш, тут нужна техника очень такая хорошая. Но на C1-C3 стоит пойти в любом случае. Чем дальше пешка, тем выгоднее. Единственное, конечно, важно на C2 ее не ставить, потому что в этом случае теоретическая ничья сразу. И еще на месте черных, мне кажется, стоит пойти H5 и стабилизировать структуру. Во избежание каких-то вот какой-то контргрейд с дальнейшим проходом белого короля там по полям F4 и F5. Да, Артем думает о чем-то. C3? Можно пойти C3. Почему бы и нет? К2-3 ничем не грозит. Да, проблема в том, что сейчас белый очень уцепляться к пешкам, и, возможно, придется короля убирать назад. А или... Или можно пойти... Я, трудятся один нельзя, блядь, будет L2-F7, будет ничья сразу. Нет, тогда Артем будет цикать король E6, и, собственно, победа в этой парте будет упущена. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!